То есть мы видим как раз то, что я исходно прогнозировал, что для левой части шкалы зависимой переменной, то есть для низких уровней удовлетворенности работой, прогностическая способность модели будет плохая, потому что сама зависимая переменная в этой области особенно далека от нормального распределения. В области положительной она ближе к нормальному распределению, поэтому высокие уровни счастья хорошо прогнозируются. Вот, допустим, посмотрим как раз на человека с высоким уровнем счастья. Я сделал широкими только предикторы, которые в нашей модели, то есть значимые остальные я сделал узеньким. И так получается, что респондент, который не смотрит телевизор, который говорит нам, что он всегда оптимистичен, который никогда не считает, что он лузер, считает, что надо учиться новым вещам в жизни, считает, что люди относятся к нему с уважением, считает, что то, что он делает, ценно. При этом он считает, что есть много вещей, в которых он хорош. То есть это как раз в минус влияет. мейк-тайм, он ищет возможность делать то, что он хочет и так далее. Он очень удовлетворен баланса между работой и другими видами деятельности. Вот оказывается, что он и в реальности очень счастлив, и предсказанное значение дает ему очень высокую оценку уровня счастья. Мы могли бы вывести остатки, чтобы убедиться, что действительно остатки выше для низких уровней зависимой переменной. Но это делать несложно, не будем тратить на это время. Итак, подытоживаю. Если у вас есть категориальные предикторы, вы можете их использовать в линейной регрессии в качестве предикторов, только если сделать из них дикотомические перемены. Вы можете их сделать дикотомическими, объединяя градации, или создавая новые перемены для каждой категории исходной категориальной переменной. Что мы, собственно говоря, и сделали.